Валерий Соловей Валерий Соловей Валерий Соловей В России разрастается антисемитизм, как сообщает телеграм-канал украинского политического обозревателя Дениса Казанского. В Дагестане местные едва не разнесли гостиницу после того, как кто-то написал, что в нее заселились, приехав же из Израиля, беженцы. Толпа людей домитинговалась до того, что их пустили проверить номера на присутствие там израилетян. Кроме того, в пабликах распространяются картинки с призывами не сдавать евреям жилье и не пускать их в магазины. С флагами и символикой Палестины эстафету антисемитизма подхватили и жители далекой Карачаева-Черкесии. Они требуют. От народа Карачаева-Черкесии прошу ограничить въезд на нашу территорию беженцев из Израиля. Жители Кавказской республики собрались перед домом правительства. На митинг пришло около 200 человек. Россия усиливает атаки в Украине, пока мир не видит. Британское издание The Times опубликовало статью, в которой отмечается, что это были хорошие три недели для президента Путина в Украине. Для Киева это тяжелые недели, пишет издание. Автор статьи считает, что Кремль надеется вернуть инициативу в свои руки до наступления зимы. В условиях, когда американское оружие и внимание Запада внезапно переключилось на Ближний Восток, Россия бросила больше людей и техники на ожесточенные наступления на северо-востоке Донбасса в направлении Купенска, Авдеевки и в Запорожье к северу от Токмака, чтобы остановить продвижение украинских войск на юг, пишет издание. Также на прошлой неделе Москва покопалась в запасах своих ракет. Похоже, оккупанты готовятся атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, как и в прошлом году. Особенно показательным является возобновление российских атак на Авдеевку, считает автор. Россияне пытаются окружить город, привлекая около шести бригад, большое количество авиации и артиллерии, бомбя две украинские бригады, удерживающие город. По мнению издания, Авдеевка становится новым Бахмутом, за исключением того, что реального стратегического значения Бахмут не имел. А вот Авдеевка, наоборот, это ворота на юг Донбасса и путь Киева к победе в этом секторе, пишет издание. «Втайм» считает, что Киев глубоко обеспокоен. По слухам среди силовиков в Украине, главком Валерий Залужный утверждает, что украинское наступление почти закончилось. Теперь силы обороны Украины должны держать то, что имеет, и готовиться к операциям в следующем году. Однако издание отмечает, что ситуация в Украине лучше, чем безвыходная, поскольку ВСУ наносит большие потери российским силам во время своих недавних атак. Украина также добилась больших успехов в поражении российских сил в тыловых районах своими высокоточными ракетами и артиллерией большой дальности. Но в «Таймс» считают, что Киев боится то, что происходит под Авдеевкой, и может убедить западных наблюдателей, что началась война на истощение. Их нервы не выдержат, и 2024 год станет самым тяжёлым испытанием для Украины. Украинцы, безусловно, будут продолжать борьбу, особенно когда дождливая погода сменится морозом. Журналисты уверены, что Россия не сможет осуществить ещё одно полноценное стратегическое наступление на Украину по меньшей мере до весны 2025 года. Если Киев не уступит до этого времени, или западные союзники Украины фактически не прекратят свою материальную поддержку. Украина и США создали гибридные системы ПВО «Франкинсен». Один из вариантов такой системы совмещают пусковые установки «БУК» и ракеты «Сиас Парау». Вскоре они появятся на вооружении ВСУ. Как пишет Униан со ссылкой на The New York Times, с приближением зимы Украина отчаянно нуждается в выселении средств противовоздушной обороны, чтобы защитить электросети от ударов России, которые могут погрузить страну в ледяную тьму, говорится в публикации. Данные гибридные системы, которые объединяют в себе передовое западное оружие с вооружением советской эпохи, создавались с целью удовлетворить этот спрос. Программа, по которой создается гибридное оружие, стартовала в конце прошлого года, когда украинские официальные лица обратились к союзникам с просьбой помочь им найти ракеты примерно для 60 пусковых установок «БУК» советской эпохи и радаров, которые простаивали в арсенале Киева. Украина понимала, что Западу будет сложно получить произведенные в России боеприпасы к «БУКу», поэтому предложила переоборудовать пусковые установки под калибр НАТО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова